Психоневрологический интернат проверили и слабослышащие провели турнир по греко-римской бабе. Это и много другой ближайшие несколько минут в студии Айгулеблонская. Здравствуйте. С рабочим визитом в Камполянский психоневрологический интернат приехали заместители премьера министра республики Василь Шейхразиев и министр трудозанятости и соцзащиты Элемира Зарипова. Здесь проживают 400 людей с ограниченными умственными возможностями. В ближайшее время появится еще 40 койко-мест. Как прошла проверка мы расскажем в итоговом выпуске новостей 18.30. Дети в очередной раз наводили порядок после взрослых. Школьники прибрались в городском парке. На генеральную уборку вышли учащиеся восьми школ города. Организаторами массовой очистки стали педагоги детско-эколога биологического центра. Акцию провели в рамках месячника природоохранной деятельности. Марш парков – не последние мероприятия. В планах навести порядок на родниках и берегах водоемов. В Нижнекамске выбрали лучшую школьную организацию. За звание «Актив года» 2015 боролись шесть школ. Президенты и министры школьных самоуправлений состязались в трех конкурсах, где нужно было рассказать о своей организации, сразиться в интеллектуальной битве и поделиться секретом успешной работы. Каждое задание жюри оценивал по пятибальной шкале. Кто стал победителем, мы расскажем в итоговом выпуске. Два в одном. В эти выходные в спорткомплексе «Ярыж» прошло первенство Татарстана среди юношей по греко-римской борьбе. И параллельно проводились 12-е по счету соревнования, посвященные 70-летию победы, тоже по борьбе. Традиционное участие в них приняли представители всех городов республики. Также на ковер в этот день выходили и спортсмены с нарушением слуха. Всего около 170 борцов. Подробнее об успехах нижнекамцев смотрите в итогов выпуске новостей в 18.30. Погода в Нижнекамске. Сегодня солнечно, сейчас столбики термометров остановились на отметке плюс 21. Ветер северо-запад на 4 метра в секунду. Днем синоптики обещают небольшой дождь. В следующем выпуске новостей мы расскажем вам, о чем просили горожане Айдара Медшина и кто стал лучшим на всероссийском слете кадетов. Напоминаю, звоните нам по телефону 077-41-1313 и пишите на сайт ntrtv.ru. Увидимся через 2 часа. Оставайтесь на канале НТР. Оставайтесь на канале НТР. Оставайтесь на канале НТР.